Заседание правительства области. Губернатор Сергей Морозов начал с оптимистической ноты. Вопреки негативным прогнозам, восстановление экономики идет быстрее, чем планировалось. Руководитель региона отметил благотворное влияние резервного фонда и государственной поддержки предпринимательского сообщества. Поддерживать бизнес продолжит. Буквально в начале этой недели мы говорили о возможности пролонгации наших мер поддержки как минимум до конца этого года. То вчера после встречи мы пришли всех к пониманию о том, что меры поддержки для малого и среднего бизнеса, для пострадавших отраслей должны быть продлены в Ульяновской области до окончания первого квартала. Помогать планируется не только предпринимателям. На заседании утвержден законопроект о поддержке молодых специалистов. В него вошли как уже действующие меры, так и новые. Так молодые работники смогут получать в течение полугода ежемесячную компенсацию в 5000 рублей для найма жилья. До 100 тысяч может составить грант на обучение в России и за границей. И по 10 тысяч смогут получать те, кто не смог по объективным причинам доработать до года на первом месте работы. Кроме того, появится специальный знак молодого специалиста. Закон направлен прежде всего на молодых специалистов в бюджетной сфере. Мы решили начать с них, потому что это как раз сфера регулирования собственных органов власти и местного самоуправления, и региональных властей. Закон разрабатывался с участием молодежи, поэтому отражает ее главные требования. Его действия охватит 5000 человек уже с следующего года. В дальнейшем планируется распространить меры поддержки на другие отрасли. А с этого года еще один вид помощи будет оказана другой категории молодых специалистов. Мы перераспределяем средства на покупку квартир для медицинских работников. Это 4 миллиона 840 тысяч. Эти средства мы направляем на закупку трех квартир. Одна квартира для молодых специалистов в Новоспасской районной больнице. Но эти все квартиры предназначаются для молодых специалистов. Это как мера поддержки и привлечение молодых кадров в отрасли здравоохранения Ульяновской области. Одну квартиру приобретут для работника Новоспасской районной больницы. Две для Ульяновской детской городской клинической больницы. Кроме того, направляют средства для закупки мебели для двух ФАПов в Чердоклинском и Корсунском районах. А сам Корсон вместе с Барышом и Сурским стал победителем всероссийского конкурса малогородов и исторических поселений. Теперь центральная часть этих населенных пунктов ждет большое благоустройство. Хочу акцентировать внимание на том, что все эти проекты разработаны с участием жителей населенных пунктов. Начиная с выбора территорий, обсуждений, что на ней можно сделать, сохранить существующую функциональность, дополнить событиями или кардинально изменить ее назначение. Каждый муниципалитет получит на благоустройство по 50 миллионов рублей федеральных средств. Еще по 10 миллионов должен выделить регион и по миллиону муниципалитет. На заседание правительства одобрили выделение первых 7,5 миллионов из программы поддержки ТОСов. Приведение в порядок трех райцентров должно завершиться ровно через год. А территориальные самоправления будут привлечены к охране правопорядка в городах и селах Ульяновской области. Значит, мы должны создать в каждом муниципальном образовании совет по такому безопасному соседству. Значит, для чего? Для того, чтобы укрепить взаимодействие с полицией, с добровольно народными дружинами, чтобы укрепить взаимодействие с ТОСами, научить и самих граждан, и ТОСы отстаивать свою территорию как безопасную. В свою очередь, правительство обязуется помочь следить за безопасностью с помощью установки систем видеонаблюдения. Кроме того, планируется выделение гранов на проекты по профилактике правонарушения и улучшению безопасности. А полицейским и дружинникам будут помогать волонтеры правопорядка и народные участковые. Егор Титов, Артем Куранов, Новость Сулправда ТВ.